На данном автомобиле маркировка выполняет свою функцию неплохо, но стоят некоторые моменты, которые уже маленько подносились в процессе производства, маленько уже утратили свою форму, стоит подзаменить. Держи авто в форме, иначе рискуешь не пройти техосмотр. Специалисты следят за каждой полосой, которая может подвести в темноте и не выполнить миссию – рассказать о габаритах большегруза. Мы делаем отметку о неисправности, то есть контурная маркировка должна присутствовать, мы отмечаем, если ее нет в диагностической карте, человек едет и справляется, это все делает, как бы он обязан наклеить и приехать на повторный осмотр. Мы выходим, осматриваем правильность обклеивания, нанесение всего этого дела, ну и присутствие самой маркировки. Нанести такую ленту водители обязаны на авто свыше 7,5 тонн, но с конца 2022-го региональный Минтранс предлагает обезопасить и более легкие грузовики. Чтобы их было видно в темноте, следует оклеить кузов по периметру и голову. Мне, если честно, и днем недостаточно привлекающих знаков внимания от окружающего транспорта, а ночью так тем более, то есть очень тревожно мне ездить ночью, потому что на самом деле недостаточно моментов, которые бы привлекли мое внимание. Не то, что у них этого нет, а есть момент, что они не следят за чистотой отражательных своих элементов. Это может стать большой проблемой. Вопреки заблуждениям, что главные помощники на трассе в нелетную погоду габариты и противотуманки, инспекторы ГИБДД напоминают об опасных форс-мажорах. Бывают случаи, когда из-за вынужденной остановки в неположенном месте, допустим, где-нибудь в темное время суток на неосвещенном участке дороги, транспортное средство ввиду поломки энергосистемы, заднегабаритное огонь не работает, соответственно, водитель его обязан обозначить в соответствии с правилами дорожного движения, выставить знак аварийной остановки, ограждающие конусы. Зачастую этого бывает недостаточно, и вот здесь как раз большую роль в видимости транспортного средства сыграет нанесенная контурная маркировка. Мы предложили внести изменения в правила дорожного движения, которые касаются установления понятия «контурная маркировка». Сегодня у нас требования к нанесению светоотражающей контурной маркировки на большегрузные транспортные средства установлены, но мы как раз-таки своим предложением хотим охватить и сегмент малого и среднего бизнеса, то есть это малотоннажные грузовые транспортные средства. Если эти требования утвердят законом, то ужесточится и ответственность. Самый безобидный рычаг воздействия на перевозчиков – удар по кошельку. Задуматься же призывают о главном – смертельных трагедиях, которым может привести бездействие. Екатерина Борисова, Виталий Антонюк, программа «Город».